Поезд же блаженства играть таким образом! Ну что же, жучки-пирожочки, в этом видео я расскажу вам, как без вреда для своего здоровья есть. Если вы уже, как я, своими пальцами не можете управлять телефоном, чтобы играть прям прекрасно, или же в случае, когда у вас нет телефона, или же вы просто хотите улучшить свой скилл, вам поможет Bluestack в игре Call of Duty. Это просто... это просто нечто. Это просто нечто... В общем, смотрите сами. Все, что вам нужно сделать, это легко и непринужденно зайти в Google Play. Он тут сразу же открыт после установки. То есть ты устанавливаешь, просто находишь Call of Duty, и на этом все. Или пишешь... Клавиатуру можно печатать! Как же, до чего дошел прогресс? Я просто обожаю эту игру, но играть на телефоне мне очень сложно. Я даже приобрел себе джойстик, но это не спасает. Так, а игра классная, в игру хочется поиграть, хочется поиграть на компе. И просто заходим в Call of Duty, просто устанавливаем и просто запускаем. Как только вы заходите в игру, у вас сразу же появляется вот такое вот наикрутейшее сообщение. И у меня на самом деле были проблемы. Тут есть видео, обучалочка, как это все должно работать. Блин, это так круто, господи. Я просто не могу. Короче, это для таких, как я, которые совсем непонятливы и ничего не получается. В общем, можете посмотреть видосик, но вот главная кнопка F1. Ну, в принципе, и без F1. Если что, редактировать, каждую кнопочку назначили. На самом деле, у меня просто кнопки уже отключены. Я вам сейчас продемонстрирую, как это делается. Можно включить расширенные настройки. Сразу же появляются все красивейшие суперкнопки. Вы можете каждую перетащить, куда надо и тому подобное. Но на самом деле, все подобрано, как в шутерах. В стареньких шутерах, самых-самых первых и новеньких шутерах. Все именно так, как и было, в принципе, всегда в шутерах, в те же кнопки. Но если нет, то смотрите сразу же. Показали клавиши, чтобы вам было понятно, где какая кнопочка, какая кнопка, за что отвечает. И это прям, ну, до дичи все просто. Настолько просто, насколько это только возможно. Я уже клавиши, наверное, практически скрою, так чтобы было более-менее видно. И знаете, самая главная клавиша, из-за которой мне кое-что было непонятно. Вот видите, вы на экранную мышку, курсор, да? И она может мешать. То есть мы заходим в настройки, да? И видим одну чудесную клавишу. Это клавиша F1. После того, как вы только нажали F1, все, ваша мышка полностью составляет пространство моим временем. Ладно, сразу против реальных противников поиграл я одну катку против ботов. Ну, посмотрю, на что я буду способен сейчас. Просто, господи, как это просто! Это просто невыносимо приятно. Просто невыносимо. На троечку граната. Надо подучить просто, да, но... Хлопотал пулю в голову. Если нужно, понадобилось меню, настройки. Нажимаем F1, появляется мышка в правую сторону экрана. Клавиатура. И опять же, редактирование. Расширенные настройки. И пошло-поехало. То есть по старой накатной схеме. Но мне это уже даже очень быстро. Мне это стало не нужно. Я нажать клавишу F1. Все! И просто можешь идти уничтожать. Можешь настроить чувствительность. Можешь все поднастроить. Как тебе угодно. Какое же блаженство играть таким образом. Просто такой кайф после того, как ты своими большими крупными пальцами не попадаешь по этим клавишам. И все просто уже готовы к этому. Так играть. Телефон ни за что бы не убил бы. Убежал бы и все. А этого вообще было бы просто невозможно. Просто блюсток творит чудеса сейчас. Так нужно перезарядиться. Причем знаете, нужна перезарядка. Нажимаем букву R. Это все как всегда было. Ничего не нужно выдумывать. Даже я кого-то убиваю. А это на меня вообще не похоже. Как же просто. Четверочку нажали, вызвали самолетик. Вызвали самолетик. Только вы знаете что? Я хочу выключить эти наэкранные клавиши. Я в принципе все запомнил уже. Снимаем F1. Правого экрана. И вот это вот дело все на меня. Все. И опять F1. Я просто сразу думал, что я не смогу вот так вот мышкой просто крутить. Но на деле, да. Это все настолько просто. Настолько просто. Прям невообразимо. Супер приятно. Закончились патроны. Закончились патроны. Ну, столько киллов я вообще в жизни не делал. На пробел прыгаем. На С приседаем. Пятерочку нажимаем. Граната. Шестерочку нажимаем. Называем хищника. Запускаем. Минус. Патроны. Там один неуязвимый был, только появился. Как же, господи. Все просто. Ой, кайф. И зовем самолет. По-братски. Если на помощь. Сцена жали, подержали, легли. Пробел нажали, прыгнули. К ящику подошли. Так. А вот и понадобится мне помощь. F1. На экранные клавиши. На Alt. Успел увидеть. Кто успел увидеть, тоже молодец. Так. Как призвать эту пушку? Тоже нужны быстренько мне настроечки. F1. Появилась мышка. Нет. F1. Отменяем. Стреляем. Я могу прыгать. Я могу спокойно прыгать, как старые добрые. Как же просто играть. Сколько же просто. Трако очков играем. Так. Хочу вызвать хищника еще раз. Я уже даже забыл, что я хотел изучить. Как дополнительную ракету призвать. Но в принципе, вы нажали F1. Сделали опять клавиши видными. И я увидел бы, что это Контр. И все. Достаточно тапнуть Контр. Достаточно теперь тапнуть Контр. Главное привыкнуть. Осталось только нож. Как раз. Последний враг, когда у меня осталось только нож. Я бы его зарезал, мне кажется. Я даже на расслабоне уничтожаю, когда играю таким образом. Они, конечно, с телефона пытаются стоять им очень неудобно. Понимаю. Но, да, можно наловчиться любым способом. Но это для нас, для олдскульщиков просто способ. Ребята, качайте блюстак. Ссылочка в описании. В общем. Все супер мега понятно. Всем спасибо. До новых встреч. И пока.